приветствую вас дорогие художники меня зовут елена брагина сегодня я предлагаю вам вместе со мной порисовать вот такой вот весенний цветок называется он сон трава или прострел обыкновенный и в живую выглядит вот так и на его примере мы с вами поговорим о важных вещах и важных шагах которые необходимо предпринять что необходимо изучить чтобы ваша акварельная техника прогрессировала быстрее итак приступим ну и первое как бы логично что мы думаем с чего мы начнем так это с рисунка увидели объект и приступаем сразу к рисованию но не тут то было самое важное тут как раз первый этап это поиск какого-то композиционного решения композиция это вот наша история который мы рассказываем своей картиной находится на границах листа и от того как мы расположим даже один объект будет зависеть впечатление зрителя то что он что он будет думать смотря на нашу работу если мы его сделаем допустим сильно большим будет казаться что ему тесно в рамках нашего листа и будет такое ощущение дискомфорта какого-то если мы его сделаем совсем маленьким где-то в углу то будет казаться что ему одиноко и другие будут эмоции возникать будут казаться так как только же грусть может какая-то тоска может мы вспомним что давно не звонили своим родителям и вот в зависимости от того какой мы хотим посыл принести принести свои работы нужно делать это композиционное решение это на самом деле очень важно потому что хорошая композиция это уже чуть ли не 50 процентов успеха нашей картины поэтому вот нужно эти правила и законы композиции изучать и применять их в своих работах причем есть специальные упражнения которые можно выполнять мы в курсе будем как раз этим заниматься есть определенные схемы которые можно как бы изучить и применять сразу будет легче потому что сама композиция она вырабатывается долгое время путем насмотренности когда мы смотрим картины и допустим пытаемся у себя что-то воплощать и это занимает очень длительное время поэтому нужно легче всего это себе помочь какими-то схемами которые можно перенимать у классиков ну и знаете элементарных каких-то законах и правил композиции чтобы уж элементарные ошибки не делать вот ну и первое что мы делаем то есть нам это объект нужно расположить нашем формате чтобы не было тесно и не прорисовываю сразу цветок я ищу его примерную форму ловлю такую круга круга можно сказать да и еще расположение этого круга у себя в листе оставляем у с краю расстояния с этого края расстояние может прям такими засечками ставить с одного края можно поменьше оставить расстояние с другого побольше чтобы он не был совсем по центру так выгоднее располагать объекты и еще примерно ему форму есть у него поужу он и тут расширяется это самое широкое место то есть значит я его слишком сузел здесь примерно очень легко то есть я еле давлю на карандаш и просто так чиркаю вот еще такую форму ли ему и еще диагональ его стебля чтобы немного небольшая динамика была на в то же время чтобы он не завалился должна быть у него какая-то устойчивость никак не хотелось его поддержать и палочкой подпереть примерно может быть вот так сейчас ничего не стираю лишний линий чиркнуло не страшно как бы я это потом веду пожирнее там где мне надо а рисунок я веду до 1 везде на отдельном листочке это не акварельный лист это черновик а потом его переведу на чистовик чтобы не было лишней грязи ничего на чистовике не стирать так хорошо делать пока особенно рука не поставлена то советую вам не пользоваться сразу чистовиком иначе акварельная бумага на не сильно любит стерку и потом заливки будут сразу же грязные как бы вроде еще акварель то не начали уже у нас что-то не так идет все может быть от того что пользовались стирательной резинкой если что я делаю эти всего ловлю форму если мы присмотримся мы увидим что он похож на косешку него есть какая-то донышко вот такое да и эллипс раскрытие тут у меня эллипс получился кривой почему потому что верхняя часть у нас получается такой полукруг мы прям видим что такой выгнутый а с этой стороны вот один только листик он похож вот если делать от этого листика эллипс то он будет более-менее нормально от листика им сильнее загнулся поэтому я просто того сюда сильнее тоже открыла вот это линия мне поможет для моих лепестков дальних такой полукруг и здесь мы отмечаем галочками примерно одном на одной горизонталью эти два лепестка но лучше конечно их даже немножко поменять допустим один немножко ниже сделать другой немножко выше так будет выгоднее когда живые объекты изображаем растительные так и дальше когда мы нашли эту форму надо найти серединку где она у нас располагается вот стебель так проходит и прям выходит в эту серединку где у нас там пестика тычинки ну не так как я конечно нарисовала сквозь но суть понятно что она он там где-то начинается она просто такая объемная и так вот высовывается и здесь у нас открытие получается вот этот лепесток где он нас находится мы можем сравнивать теперь все со стеблем ему на основании нашли и стер с ним все сравниваем что лепесточек здесь немножко так за стебель выходит и сюда практически вот так доходит и загибается таким полукругом и сюда смотрит так раз и можно сразу эту форму ловить тем сопоставление объектов друг с другом всегда проще как какие-то себе помогать и какими-то пост линиями построения упрощением до геометрических форм объектов тогда рисунок будет проще делать его потому что сразу рисовать но это надо хорош хорошо натренировать уже глазомер и много набросков делать чтобы сразу рисунок получался сходу то есть по идее это построение но все равно будет но она происходит в голове уже когда мы делаем какие-то наброски но все равно считаем что-то более простое а потом его достраиваем уже так листик вот это да смотрю я как у меня здесь идет примерно в эту сторону упирается я так и срисую вы есть немножко я как бы мало сделал дал можно немножко увеличить вот таким образом примеру дальше здесь листику этот пошел где он начинается это мне можно пошире сделать здесь мне этот листик отходит сюда уходит и он такой более такой плотненький широкой сюда закругляется x сходятся и закругляется получается вот в серединку сходят то есть все листики они стремятся туда куда-то где-то где стебель туда же закрепиться чтобы не было у них как бы отделенности от центра всегда надо про это помните как было в уме продолжать линии эти вести и центральные два листика у них это здесь разделение этих лепестков можно себе помочь и всего линии какое-то сделать ему центральную линию и потом от нее уже провести сюда сюда и также этому так и потому так и вот так можно какая-то меня до странная форма получилось можно форму то немножко поправляясь каким-то образом так сделать пошире на самом деле не сильно важно потому что листики бывают разные в натуре тоже не бывают знаковых цветков но тут главное смотреть чтобы они все стремились в одну точку схода какую-то которая них у там есть место крепления там но небольшое и не раскидывали сильно не было такого ощущения что лист оторван и вот после того как у нас такая вот странная схема получилось рисунка можно его обвести чем-то поплотнее и переносить уже на акварельный лист рисунком конечно очень важно заниматься отдельно даже потому что это база большой как бы фундамент прежде чем построить дом да мы не строим его сразу со стен или с крыши мы начинаем с фундамента так вот рисунок композиции это фундамент поэтому очень важно все время тренироваться это и заниматься потому что особенно занятие рисунком дело не быстро можно конечно выбирать себе для начала более какие-то простые сюжеты где не требуется такого уж сложного рисунка тогда можно оточить даже акварельную технику и в принципе картина будет смотреться симпатичный в каком-то именно жанре но если мы что-то возьмем более сложно то уже конечно это будет видно что что-то не то поэтому регулярно ставим все какие-то задачи по рисунку и постепенно постепенно его тренируем как-то улучшаем эти штучки уже нарисовать не будут лучше сделать уже сразу в акварели в курсе кстати я тоже вам дам упражнения которые будут помогать вам быстрее как бы освоиться с рисунком тут самое главное развить себе глазомер и чувства пропорциональные да уже будет проще даже если там изначально какие-то линии будут кривые рука не поставлены она нам не сильно это будет мешать главное чтобы допустим это все было на своих местах а это достигается путем развития именно пропорциональное его зрение когда мы это все высчитываем и легко переносим ну вот как бы такой простой рисунок у нас закончен завершён и теперь мы его перенесем на акварельный лист и будем уже работать над акварелью